Библейский портал экзегет.ру представляет Поэтому их разбивали на две части. Но и деление довольно логичное, потому что эти две части довольно разные, при том, что у них общее построение, при том, что общая идея явно один и тот же автор. Первая часть, первая книга про Липомена, это прежде всего родословие и история царя Давида. Вторая книга — все остальное. А что остальное? Ну, это история иудейского царства. Ну, во-первых, единого, пока оно еще некоторое время сохраняется единым, а потом иудейского или южного царства. Северно-израильское вообще не интересует повествователя. А точнее все будет сказать, что это история храма и всего, что с ним связано, у Иерусалимского храма. Он в центре внимания. В истории Давида главное, о чем мы читаем, ну, там есть разные эпизоды, но главное, о чем мы читаем, Давид хочет создать храм, Давид поручает это создание Соломона, и сам все готовит, и материалы, и указания, где что должно находиться, как, кто чем должен заниматься. То есть, фактически Давид создатель храма, который ни одного камня этого храма не положил в его основание, это сделал Соломон, но по проекту своего отца. Вот об этом будем читать. Но, а кто такой Соломон? Ну, сын Давида, ну, его преемник. Нужен еще один эпизод, который покажет, а почему все-таки Соломон стал строителем храма. Господь его, конечно, избрал, но у него какие-то черты человеческие-то были особенные. Соломон, сын Давида, утвердился на престоле. Господь его Бог был с ним и весьма его возвелечил. То есть, опять-таки, не он хороший, в первую очередь, хотя он хороший, а Бог его возвелечил. Это богословская книга. Вот книги царств, они такие, гораздо более исторические, многоплановые, а здесь все очень вот правильно. Обратился Соломон ко всему Израилю, начальником тысяч и сотен судим, ко всем вождям Израиля, главам родов и отправился в главе всех собравшихся к Гаваонскому святилищу. Интересно, что Гаваон остается по-прежнему таким священным центром. Вроде бы ковчег перенесли уже в Иерусалим, нет? Ну, получается, что Иерусалим не стал еще таким центром. То есть, может быть, его потом еще куда-то переносили, в тот же самый Гаваон. Там находился божий шатер встречи, сделанной в пустыне рабом Господа Моисея. Интересно, этот самый шатер Гаваон уже был в первой книге Паралипоменон. И получается, что он отдельно от ковчега? Если был ковчег, то, конечно, было бы сказано, там ковчег божий. Но ковчег уже перенесли. Нет, ну могли его вернуть и в Гаваон. Почему нет? Потому что это, в общем-то, ничем не связано пока его местоположение. Но получается, что шатер встречи — это какой-то особый шатер. Это не там, где скиния. И вот перечитывая, скажем, книги Пятикнижия, где мы подобные вещи видим, можем прийти к выводу, что, пожалуй, да. То есть, был священный шатер, в котором хранится ковчег, и куда, в общем-то, никто не заходит. А есть шатер встречи. Шатер встречи примерно то же самое, что сегодня храмовое здание. То есть, туда люди приходят, встретятся с Богом. Но это не место, где хранится ковчег. Интересно. Вот похоже, что здесь это так. Хотя Давид уже перенес ковчег Божий из Кириата и Аримана, предназначенное для него место. Ведь Давид поставил для него шатер в Иерусалиме. Там, перед скинией Господней, еще находился медный жертвенник, который сделал бы целал сын Ури, сына Хура. То есть, вообще-то, в идеале должно быть одно место поклонения Богу. А здесь два ковчег забрали, но, а там все вокруг него как бы устроено уже, да, там жертвы раньше приносились. Ну и продолжают их приносить, ничего страшного. Это не вызывает нареканий. Интересно, что автор должен это отдельно объяснять, потому что он из священников или левитов, и явно для него вот это единство культа, это очень важная вещь. Соломона все собравшиеся поклонились Господу. Опять-таки, важно, что Соломон не один, как Давид все время не один. Это выбор народа. Царь предстоятель своего народа, царь его представитель перед Богом. Но царь не одиночка, горделивый, как в боевиках, каких-нибудь вестернах, там выходит парень с большой пушкой и всех врагов убивает. Нет, царь во главе своего народа, его личная вера, его личное поведение очень важны, но в отрыве от своего народа они ничего не будут значить. Соломон поднялся к медному жертвеннику, стоявшему перед шатром встречи, пред лицом Господа, хотя ковчег не там. То есть, пред лицом Господа, где мы молимся, там мы пред лицом Господа. Вот для священника Иерусалимского храма это прямо сенсационное заявление, но ему приходится его делать. И принес тысячу всесожжений. Не просто жертвы какие-то, как бы так, но самые огромные и такие торжественные жертвы. Везде можно поклониться Богу. Ничего себе. Вот смотрите, все-таки есть истины разных уровней. Есть истины такие, ну, там, сегодня дождь идет, да? Это правда. Вот сегодня, когда я это записываю, идет дождь. А есть истина, там, есть Бог, да? Она совершенно другого уровня, хотя, казалось бы, что мы об этом можем знать? И вот нужно поклоняться Богу в одном храме. Да, это истина. Но оказывается, где бы человек это ни делал, он все равно ему поклоняется. Вроде противоречит, но это истина более высокого уровня. Следующей ночью Бог явился Соломону и сказал, проси у меня, что хочешь. Нам бы так, да? Соломон ответил Богу. Ты оказывал моему отцу Давиду великие милости и после него возвел на престол меня. Самое главное в человеке по отношению к Богу – это благодарность. Я бы, наверное, сказал, ух ты, сейчас буду думать, что мне попросить, да? Так много всяких желаний, какой из них самое-самое горячее. А он прежде всего благодарит. Так пусть, Господи Боже, исполнится обещание, которое ты дал моему отцу Давиду. То есть не я хочу, а ты пожелал, ты дал обещание. И я хочу лишь встроиться в твой замысел обо мне. Что может быть лучше, чем встроиться в замысел Бога о каждом из нас? Мы много чего можем попросить, правда? Некоторые просьбы, может быть, были бы стыдными, там денег побольше, некоторые, наоборот, очень такими вот высокими, скажем, дать здоровье, долгую жизнь тем, кому мы любим. А вот он говорит, я хочу быть тем, кем ты хочешь меня видеть, Господи. Ты поставил меня над царем, над народом, многочисленным, как пыль земная. Так даруй мне... Ну, мы уже знаем про Соломона, но все-таки задуматься. Вот я царь над большим народом, говорит Соломон. Что мне нужно? Бюджет, войско, законы, что еще? Верные советники. Так даруй мне мудрость и разумение, чтобы я верно поступал с этим народом. Кому под силу править твоим великим народом? То есть я не своим народом правлю. Помните, мы обсуждали довольно долго историю про перепись царя Давида, там, в 20 главах первой книги. Почему это грех? И, ну, единственный ответ разумный, который можно дать, потому что перепись — это пересчитывать свое. Я достал из кошелька деньги, я их посчитал, они все мои. Царь Давид посчитал народ, весь народ его. А Соломон говорит, не сосчитать этот народ, он твой. Как мне им править? Я всего лишь наместник, я всего лишь тот, кто исполняет твои повеления на месте правителя этого народа. Бог сказал Соломону, за то, что именно таким было твое желание, за то, что ты просишь ни богатства, ни сокровищ, ни славы, ни смерти твоих врагов, даже долголетия не просишь, а просишь мудрости и разумения, чтобы управлять моим народом, над которым я поставил тебя в царе. Будут тебе даны и мудрости, и разумения, а к тому и богатства, и сокровища, и славы я дам тебе, каких небывалого царей до тебя, да и после тебя не будет. Вот важный урок, и, кстати, в царствах это примерно так же описано, Соломон просит мудрости, а получает и все то, чего он не просил. Ну, потому что мудрый человек, он найдет способ и денег заработать, и славу приобрести. Но мудрость не для этого, мудрость не средство к этому, а все остальное, ну, как бы идет бесплатным приложением в качестве бонуса. Соломон возвратился в Иерусалим от святилища в Гаваоне, от шатра встречи. Соломон стал царствовать над Израилем. Он создал колесничное и конное войско. Колесниц у него было 1400, а конницы – 12 тысяч. Колесницы и кони, естественно, это такие вот передовые военные технологии того времени. Не просто пехотинцы бегают, а вот на конях. Он разместил их в крепостях, специально отведенных для колесничного войска, а также у себя в Иерусалиме. В правлении Соломона золото и серебра было в Иерусалиме, что камни, кедра – ценное дерево с Ливана, что сикамору в предгоре. Сикамору – это, ну, в общем-то, это смоковые фиги, но не очень ценная древесина. И такая она вязкая, да, то есть из нее строить трудно. Горит она тоже плохо. В общем, ну, как древесина она не очень. Лошадей Соломона доставляли из Египта, из Куэ, точно неизвестно, что это за страна, наверное, Киликия, на территории нынешней Турции, там много коней. Царские купцы покупали их в Куэ. Колесница, доставленная из Египта, обходилась 600 шекелей серебра, лошадь – 150 шекелей. Затем купцы поставляли их всем хетским и арамейским царям. То есть царство, несмотря на весь его расцвет, достаточно такое, ну, второстепенное на Ближнем Востоке, и передовые технологии приходится импортировать. Ничего страшного. Более того, торговля становится одним из основных занятий этого царства. Ну, это так, похоть, да, какие-то замечания про Соломона. Самое главное начинается дальше в следующей главе. Продолжение следует...